Мой доклад называется «Исследование влияния неопределенности. Результаты прогнозных оценок в практике оценок безопасности хранилища радиоактивных отходов». При проведении оценок безопасности хранилища радиоактивных отходов приходится напалкиваться на большое количество неопределенностей. Согласно типизации МАГАТЭ, неопределенности можно разделить на следующие группы. Следующий слайд, пожалуйста. Первая группа — это неопределенность эволюции системы захоронения в будущем. Она связана с изменчивостью свойств различных элементов окружающей среды, с изменением климатических условий, связанных с этим последствием, с изменением демографических показателей, с изменением образа жизни и деятельности репопуляции. Следующая группа неопределенностей — это неопределенность концептуальных, математических и вычислительных моделей, которые используются при проведении прогнозных оценок. Неопределенности тут связаны с возможным отсутствием неучетного модели важных процессов, путей распространения и поступления окружающих пространств радиоактивных веществ. Связаны также с обратной ситуацией, когда, наоборот, происходит завышение значимости отдельных процессов. Также связана неопределенность с пространственной изменчивостью и эволюцией системы. Субъективные неопределенности связаны уже с тем, каким образом проводят прогнозные оценки уже конкретные эксперты. Здесь субъективно связано с выбором значений параметров, с разработкой интерпретации сценариев и с возникновением ошибок при использовании программ. И, конечно, очень важная часть, важный тип неопределенности, это неопределенность и неполнота исходных данных, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Это недостаток имеющихся данных, инструментальные погрешности, связанные с неточностью измерительных приборов и прочим, а также с ошибками персонала при проведении измерений и при учете материалов. Причем, что касается учета материалов, то можно сказать, что, когда мы приступаем к оценке безопасности хранилищ, очень часто бывает так, что материалы содержат не просто противоречивые свечи, а часть из них утеряна в связи с давностью начала эксплуатации объектов хранения или захоронения радиоактивных отходов. Таким образом, имеющиеся неопределенности рассматриваются в качестве одного из аргументов для использования упрощенных моделей с применением консервативных приближений. И возник вопрос, можно ли оценить степень консерватизма модели и каким образом она оказывает влияние на результаты расчетных оценок. И для этого мы использовали стандартную ситуацию, когда есть хранилище с радиоактивными отходами и имеется некоторая информация о ее гидрогеологическим характеристикам. Стандартный подход, поскольку для большинства объектов информация довольно-таки отрывочная и осредненная, это построение модели переноса верхних водоносных радиоактивных веществ в верхнем водоносном горизонте. При этом используется модель, согласно которой происходит разрушение, через какое-то время разрушение инженерных барьеров, вымывание вместе с проникающими осадками радионуклидов до первого водоносного горизонта и распространение водоносного горизонта. Здесь приведены осредненные данные по гидрогеологическим параметрам для одного из объектов хранения радиоактивных веществ. Приведен интервал опробования, мощность водоносных горизонтов, коэффициент эвелитрации и глубина статического уровня. Следующий слайд, пожалуйста. Красным цветом здесь обозначена стандартная схема, которая использовалась для оперативного прогнозирования, для оперативной оценки безопасности хранилищ радиоактивных отходов. В данной ситуации построение трехмерной сложной модели, во-первых, оно требует значительного времени, а во-вторых, оно требует тех данных, которые в большинстве случаев в таких хранилищ просто отсутствуют. И построение более сложной модели невозможно. Здесь же, повторяю, стандартный подход, используемый, это перенос до первого водоносного горизонта, минуя верховодку, и распространение по водоносному горизонту. Имея же, вот в предыдущей таблице были показаны данные по статическим уровням, имея эти характеристики, возникло мысль сопоставления между собой варианты расчета и по двумерной модели, между собой модели одномерной и двумерной модели. И была создана схема двумерного переноса, в которой учитывался перенос по водоносным горизонтам, а также проникновение сквозь слабо проникающие породы за счет разности статических уровней. Здесь приведен сценарий, для которого были проведены расчеты. Пожалуйста, следующий слайд. Математическая модель была представлена уравнением конвективной диффузии с учетом сорбции радионуклида и радиоактивного распада. Расчеты были проведены для двух радионуклидов, для третья и для урана. Третий был выбран, поскольку он присутствовал в большинстве хромеющих, которые мы рассматривали, и характеризовался относительно небольшим периодом распада, при этом практически не удерживается, не ассорбируется. А уран 238 характеризуется достаточно низким коэффициентом распределения, и поэтому на его основе можно было промоделировать перенос достаточно на большие расстояния от хранилища. Следует отметить, что здесь задан диапазон изменения коэффициента распределения. Известно, что он достаточно широкий, и может быть, здесь он меняется в пределах порядка, а на самом деле может быть существенно более широким этот диапазон. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлены результаты моделирования, посчитанные для одномерной модели. Расчет был произведен с помощью пакета Амбер, и данные графики представляют собой распространение фронта загрязнения в водоносном горизонте. На первом графике для Трити видно, что через 100 лет происходит снижение концентрации до величины уровня вмешательства. Происходит это за счет радиоактивного распада. При продвижении урана оказывается медленнее, чем у Трити, но при этом снижение его концентрации происходит за счет ассорбции породов. Пожалуйста, следующий слайд. Моделирование двумерная модель дала более интересную картину. Здесь представлены результаты расчета для 50 лет, 50 лет от разрушения барьеров, когда начинается проникновение в разъянутые друкты. И для урана. Как видим, продвижение по водоносному горизонту, здесь уже практически... В верхнем водоносном горизонте, по которому рассматривалось продвижение, додиануклида практически нет. Он проникает дальше через славу проницаемые породы и задерживается в следующем водоупорном слое. Таким образом, происходит сочетание достаточно быстрого продвижения по водоносному горизонту и медленное вертикальное продвижение через славу проницаемые породы. И таким образом, скорость горизонтального продвижения оказывается существенно сниженной. Скажется, следующий слайд. На этом слайде представлены результаты расчетов и их сопоставления для двумерной и для одномерной модели. Вот, например, для Трити. За 50 лет, согласно одномерной модели, происходит продвижение на 1600 метров. Двумерная модель дает расстояние 1900, и, соответственно, соотношение 8,4. Для урана, в общем-то, картина оказывается аналогичной. Вот, для 4 тысяч лет одномерная модель дает около 3 километров, двумерная на порядок меньше. Пожалуйста, следующий слайд. Как было указано, в модельку заложен параметр неопределенности, связанный с вариацией величины коэффициента распределения. Здесь представлены результаты, расчеты, выполненные для минимального и для максимального значения коэффициента распределения, представленных в таблицах. И были сопоставлены результаты для одномерной и для двумерной модели. Ну, в общем-то, для одномерной модели результат был вполне предсказуем. То есть, увеличение изменения коэффициента распределения на порядок примерно давало и изменение расстояния скорости переноса примерно на порядок. Что касается двумерной модели, то оказалось, что здесь влияние неопределенности сказывается значительно меньше. Пожалуйста, следующий слайд. И вот здесь как раз представлены в виде графиков данные результаты. Для одномерной модели видно, что влияние неопределенности, то есть расчет для скорости, ну, расстояний, в общем-то, аналогично скорости продвижения, расстояний для рассчитанных при минимальном коэффициенте, значение коэффициента распределения, и при максимальном, оказывается достаточно высоким. Для двумерной модели, в общем-то, влияние оказывается в пределах четырех. То есть влияние неопределенности, повторяюсь, неопределенности вот этого параметра оказывается сниженным для двумерной модели. На этом графике показано сопоставление между собой одномерной и двумерной модели для двух значений коэффициента распределения. Оказалось, что при максимальном, при максимальном значении коэффициента распределения результаты одномерного и двумерного моделирования приближаются, хотя, в общем-то, это можно рассматривать как исключение. И, в общем, проведенные расчеты позволили прийти к следующему выводу. Вот следующий слайд. При наличии осредненной информации о гидрогеологическом строении участка перехода одномерного моделирования переноса радионуклидов в геологическое среде и двумерному существенно снижает консервативность прогнозных расчетов. При расчетах, выполняемых для обоснования безопасности хранилищ и пунктах захоронения радиоактивных отходов, использование двумерных моделей приводит к снижению влияния неопределенности исходных данных на результаты по сравнению с одномерными моделями. Близость результатов, получаемых при использовании одномерных и двумерных моделей, можно рассматривать как исключение. Условия, при которых одномерные модели дают приемлемую точность и сравнение с более сложными моделями, в каждом случае требуют дополнительного обоснования. Ну и данные выводы позволяют рекомендовать использовать двумерное моделирование даже при наличии минимальных сведений о геологическом строении и гидрогеологических условиях, которые, как правило, имеются для объектов хранения и захоронения радиоактивных отходов. Спасибо за внимание. Приведу, товарищи, вопросы. Вспомнили? Да. Скажите, а у нас в облицаемости длины с предложения ничего не сказали. А, слышно. Там был принят коэффициент фильтрации одна дистописчная. То есть вот для всех. Просто принят? Да, ну просто принят. Скажите, только вопрос. Вы исследуете неопределенность, и при этом абсолютно определенную детерминированную модель создаете. У вас там прослой той мощностью полметра протянуть на всю, на всю длину. Какова, так сказать, геральность того, что, скажем, отрывается? Что у вас есть окна и все прочее. Почему вот это не исследует? У нас нет информации по этому. Поэтому берем самую консервативную модель, да? Да. Берем самую консервативную модель в данном случае. Но эта модель все-таки оказалась менее консервативной по отношению, по сравнению с одномерным случаем. Поэтому это метод вот наследовательного... Нет, у нас берем самую консервативную модель геологической среды. Самую, самую, такую, которая все успокаивает. Слои непрерывные, боками... А, в этом плане вы хотите сказать, что если бы мы учли те данные, то получили бы менее, более, как бы, менее благоприятные данные, результаты, да? Не знаю. Доклад называется отсылка неопределенности. Я вижу, что здесь неопределенность. Строение геологической среды. Вы не знаете понициональный вид. Вы не знаете протяженность этих самых ваших сетей. Где анализ на этот момент? Здесь, ну, предложен подход к уменьшению степени консервативности расчетных моделей. То есть, получается так, что использование для перехода к двумерному моделированию, в общем-то, нам нужно некоторое относительно небольшое, до обследования участка. А при этом мы получаем существенно более, вернее, менее консервативные результаты. Либо следует тогда перейти к более, как сказать, более углубленному изучению, которое потребует существенно большего времени и больших средств, которые просто невозможно получить для большого количества хранилищ, которые в настоящее время имеются. Относительно небольших. Пожалуйста. Николай Александрович, у меня такой вопрос. Сергей Павлович говорил об непределенности геологической среды. А вот весь мой опыт показывает, что еще более неопределенным оказывается источник загрязнения. У вас какой-то опыт есть? Вот, скажем, какие-то концентрации задавали в источнике. Вот нас это в тупик ставит, потому что мы не знаем, часто не знаем и количество радиоактивных, точных концентраций, которые поступают туда, и количество накапливанных отходов. И без этого вообще становится бессмысленно говорить, там, слоистые следа, не слоистые следа. Когда мы не знаем. У нас нет такой информации. Я согласен. Просто из вашего опыта, вот, эта неопределенность существенна в наших, во всех делах, которыми мы занимаемся, или несущественна? У нас тут консервативный подход действует. Какую концентрацию в данном случае брали? Это все-таки как-то привязано, я ее чувствую, понимаю, конкретно к этой ситуации. Правильно? Да. Вы показывали. А что, вот, про источник вы можете сказать? Как он? Про источник? Да, вот, как он? Можно его описать как-то? Знаете, тут бралась самая грубая модель, согласно которой нам было известно. Вот, количество, радионуклидный состав, и считалось, что по прошествии какого-то времени происходит разрушение инженерных барьеров. А потом идет вымывание практически со скоростью поступления туда проникающих осадков. И вот, соотношение объема, объема вот этих, объема, которые заполняют радиоактивные отходы и скорости поступления давало нам проникновение туда. Вы согласны, что эта неопределенность, она перекрывает вообще все остальные? Вообще, я согласен, да. Все вот эти вот прививистость, непрививистость, там, с твоим профи, когда мы не знаем, с чего у нас поступает. Слушай, я согласен. Здесь, наверное, скорее можно и доказать, рассматривать как постановку проблемы, а не как ответ. Мне хотелось от вас услышать, вы видите в этом тоже. Да, да. Это, в общем, их много неопределенностей, просто здесь вот одну часть вы посмотрели. Спасибо. Хотя она не является, действительно, не является основной. Причем вопрос, пожалуйста. Четких планов нет. Хотя, действительно, они должны возникнуть. Пакет комсов. Он позволяет решать уравнения частных производных двумерных трехмерных установок. А если трехмерный размер, то есть у нас, как бы, как вы знаете, при таких исходных данных, мне кажется, принципиально ничего не изменится, потому что здесь добавлялась как бы дополнительная размерность глубины, которая принципиально отличалась вот от этого от прозольного перезвука. А там в трехмерной модели, ну, у нас добавится вот аналог первого измерения. Поэтому, мне кажется, вот качество, ну, тут не должно изменить. Вот и при данных исходных данных, то есть модель очень грубая. Спасибо. Еще есть вопросы? У нас еще есть время помучить. Довольно определенное время. Можно? Конечно. А вот под консервативностью, вы понимаете, какое-то упрощение просто, да, как я понимаю, схемы? То есть консервативность так-то это за хранение какое-то? Ну, консервативность... В консервативности принимается подпор исходных параметров для расчетной модели. Когда у нас есть диапазон неких параметров, диапазон значений параметров, и мы не знаем, что действительно в реальности, какое значение имеется, мы принимаем верхнюю границу или ту границу, которая приводит к наихудшему результату. просто при проведении расчетов, ну, или для численного места, обычно, будет понять, что с консервативностью, сохранение, ну, например, концентрация той, которая поступила во вне. Это то же самое. Если вы подрите, он 7,6 на 10,3, просто это, наверное, опечатка. Ну. Ну, просто если будете в дальнейшем показать, если вы будете... 7,6... 7,6... 7,6... 7,6... 7,6... 7,6... 7,6... 8,7... 11,7... 7,6... 7,6... erox, 17,8... 11,8... 14,0000... 10,13... 14,00... 11,00... 14,00... 14,00... 14,00... 15,00... 15,00... учиться смотреть что-то своем а то что анализ неопределенности важен по всем параметрам может быть иногда упрощенных моделям как здесь размерности решения потому что есть еще и научные требования к основанию безопасности насчет и все конечно спорье на самом деле предъявлены существенно более продвинутые расчеты просто просто потому что сейчас не начало это так скажем дать которые показывали все в деталях картинках верных и так далее когда это психологическое восприятие всех комбинационных это заметно было позиционировано поликода все равно это и стране не только они привыкли к другим формам обоснования безопасности существенно полегитар то есть защите с упрощенным методом не пролезть как авоз и прочих защищать так следующий был если вопросы еще вопрос по крестинам распределения на ура это опыт литературная литературная хотя неизвестно что диапазон существенно шире спасибо спасибо спасибо